Добрый день, друзья, с вами Саввен Электрика, степь Гира, новости Гира. Это девайс, удобный, удобный комбинат, эфак, региум, и при этом более качественный, более стабильный к работе. То есть, чем мы можем управлять? Система отопления, кондиционирования, конвектора, освещение, тиммирование, включение, выключение, создание сцен, управление жалюзи, вплоть до того, что мы даже можем аудио какой-то, не знаю, если у нас есть какой-то сервер, можем подключить и включать. Клинексовский сервер, можно им управлять. Да, да, да. Ну, то есть, даже не обязательно клинексовский, то есть, он может быть IP-шный, например, Yamaha стоит, там, где какая-то база. Музыкальная есть. Понятно, это не полноценная система управления, как с телефоном, но я могу просто в зоне включить, и у меня будет, там, играть какая-то музыка, понятно, да, я могу трек-то их включить. То есть, фактически она управляет практически всем, что есть в доме. Да, да. Потом еще момент такой, что Dira давно уже занимается, так называемой, кастомной визуализацией. То есть, вы видите, да, что все элементы, они вот какие есть, такие они есть. Да, у пользователя, даже программиста, есть возможность выбрать элементы, сделать структуру, но все значки и все элементы управления делает Dira. Не бояться, а есть возможность, например, ограничить вот здесь вот, то есть, нужны, например, не все элементы? Да, можно вообще, есть даже возможность, например, я могу сделать управление только климатическим оборудованием, все оно будет выглядеть именно вот так вот, этими большими какими-то значками, не надо будет в подменю переходить и так далее, все это возможно, все это настраивается, вот, нет только возможности выбора цветового решения, там, не пиктограммы. Значит, вот у вас есть такой девайс, как правильно называется, X1. Ну, это сервер визуализации. Значит, я так понял, через него можно подключить телефон на iPad и получится то же самое, только вот на своем телефоне. Да, ну, то есть полностью, что мы сейчас видели на стационарной панели, я могу полностью продублировать на мобильном устройстве. Это очень здорово. Понятно. X1 это для безопасного доступа, если я пользуюсь, например, не внутри своего помещения, квартиры, дома и так далее, а если я хочу доступ, там, из любой точки земного шара обеспечить, вот такая для безопасного доступа эта штука есть. 11-дюймовая панель сенсорная для управления инженерными системами. Момент такой, что сейчас сенсорная панель, наверное, никого не удивит. То есть, если мы в девятом году показывали сенсорную панель, это было что-то из меры будущего, вообще это можно было бы давать дорого, это было кому-то непонятно, все хотели там все очень красиво и так далее. Сейчас панели сенсорные есть у каждого производителя. Вот, что касается гиры, что бы ни особенного. Гира практически полностью отошла от гастерной визуализации. То есть, что это значит? Да, вы можете с клиентом определиться, какая у вас будет топология, какие у вас будут элементы, и вы можете выбрать там из 250 пиктограмм, которые уже за вас нарисовали. То же самое касается элементов управления. Да, там есть вариативность, но она уже полностью прописана и прорисована. То есть, первое, в чем плюс? Во-первых, инженер не тратит время на согласование надрисовок каких-то макетов. Второе, в принципе, уже люди, которые занимаются инженерными системами, разработали грамотный дизайн управления, потому что не каждый дизайнер является, не знаю, не знаю, грамотным инженером, и каждый инженер является грамотным дизайном. Вот. Второй момент. Многие забывают, что панель вот эта вот, это не элемент какой-то красоты, а элемент, которым мне должно быть легко и комфортно управлять, и которым я буду пользоваться каждый день. Поэтому даже вот я там, не знаю, там больше 11 лет работаю, да, и то я на некоторых выставках подхожу к элементам управления, и я так немножко собираюсь. Потому что, ну, надо собраться, понять, что здесь, какое меню и так далее. Вот. Это, ну, неправильно. То есть должно быть все интуитивно понятно. То же самое, что касается контрастных элементов, тоже это не просто так сделано. Это сделано для того, что, опять-таки, могут пользователи разных возрастов, пользоваться им, ну, теоретически, должно быть комфортно. Вот. В принципе, примеры элементов управления, да. Каждый, посмотрев на этот элемент, в принципе, может догадаться, да, что за что отвечает. То есть первое – это у меня управление жалюзи, то есть я вверх поднял, у меня жалюзи поднялись, не пропустились. Соседние отвечают, если у меня есть регулировка положения ламели или ламели. Если у меня без ламелей, ну, без регулировки жалюзи, я могу вообще этот элемент убрать. Следующее – это у нас так называемый термостат. Да, опять-таки, тоже есть момент интересный, что сейчас есть большое ограничение, большой дом, то, возможно, не будет большое количество элементов, которые будут отвечать за комфортный климат. Это могут быть конвектора, кондиционеры и так далее, и так далее. Здесь мы можем сделать один элемент управления, условно, как автомобиль, а система уже, в зависимости от настроек интегратора, будет отрабатывать уже в зависимости от условий. То есть включать-выключать какие-то элементы, там, конвектора, теплые пола, полы, кондиционеры и так далее, и выводить комфортную температуру и поддерживать ее с минимальными затратами энергоресурсов. Ну, это в идеале, как должно быть. По факту, понятно, все как сделалось, работалось, да, объект лучше не будет. Что касается управления освещения, это уже был диммер. То есть, понятно, я могу включить-выключить, как на временное нажатие, либо удержание на пальце, понятно, провести, и у меня будет возможность увеличиваться или уменьшаться, так же есть элементы плюс-лились. Ничего сложного нет. Таймер, опять-таки, таймер уже, это не приоритет интегратива интегратора, это может каждый пользователь сам выставить себе этот какой-нибудь таймер, какой-то, там, элемент управления освещением и так далее. Так же, как он делает это на телефоне, когда устанавливают будильник, в принципе, ничего сложного нет. Так же, при помощи этой панели, конечный пользователь может сам запрограммировать и создать социальную функцию, что тоже удобно. Ну и последний элемент, о котором я хотел бы сказать, потому что времени у нас мало, вот такой черный экран, это тоже для организации интересно. То есть, любая панель использует такую функцию мульти-тач. И многие, ну, не совсем понимают вообще, как ее использовать в панели. То есть, в телефоне понятно, я могу там увеличить изображение, уменьшить изображение. Зачем здесь это сделать? В общем, такое применение нашли, очень простое и вроде как очевидное. То есть, я могу, находясь в любом меню, независимо от раздела и так далее, просто ладонь поднести, ну, то есть больше одного касания сделать. У меня там через какое-то время, как довременное, вылезет такой черный экран с одной функцией. То есть, чаще всего его программируют, как выключить все. Ну, то есть, я когда выхожу из дома и так далее, и так далее, то есть, я руку приложил, все, выключил, ушел, у меня все выключилось. Не надо какие-то элементы дополнительно нажимать, выходить из меню, потому что это время или это неудобно. Вот. Недавно я тоже выяснил, что, ну, вот мы всегда рассказываем про выключить все, а вот в Азиатских странах, там, оказывается, эту функцию используют немножко по-другому, ее используют как тревожную кнопку. То есть, если я там забегаю домой, еще что-то, обычно панель возле это самое, я нажал, и срабатывает какие-то элементы, и всегда уходит. Но, опять-таки, это свободно программированные элементы. То есть, я могу функцию любую запрограммировать, какую мне будет удобно. Вот. Вкратце, быстренько все, что я хотел рассказать о элементах управления и визуализации, а вот такого элемента, как ползунок, заканчивая, условно, как калькулятор, если у меня значение там. То есть, не зря я пришел сейчас на вашу деятельность? Это не сразу появилось, это появилось, наверное, в третьем или четвертом прошлом. Потому что, по-моему, основная сторона готового дизайна всегда, это то, что теперь надо придумывать, как все новые появляющиеся элементы, за которыми производители успевают быстро делать визуализацию, и как их выделять, какую эту панель. И на первом выпуске этой панели, конечно, были такие сложности, чем-то мы не могли придумать. Там были с вами, собственно, нужно было использовать еще какие-то облегчения. Сейчас это облегчение системы. Ну, условно, конечно, наверное, можно всегда найти какие-то, но, в принципе, да, были добавлены элементы, так называемые, универсальные, которые позволяют уже человеку задать, там, ну, какую-то возможность выбора условного. Ну, пиктограмму, соответственно. Да, да, так точно, да. Спасибо. Что? А что вы хотите добавить? К выступлению? Поддерживает подключение дополнительных камер. Тут вот их на мониторах. Такие бренды, по-моему, как Hitvision, Axis и еще пару брендов, они поддерживаются официально на сайте. Ну, раз у нас такое мероприятие, я вам даже скажу, что сейчас будет обновление, уже официальная информация, что будет еще несколько SIP домофонов поддерживаться в сайте производителя. То есть, не только Кио-ПКС, но и внешние домофонные системы будут занести. Да, 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 это уже, как бы, такая официальная информация. Это просто замечательно.